За первые шесть месяцев этого года количество заявлений о признании должника банкротом выросло на 34% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Это произошло несмотря на действия моратория на возбуждение дела банкротства и по заявлению кредиторов. Рост в полтора раза наблюдается также в категории споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору займа и кредита. Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края предложило повысить стоимость электроэнергии для жителей региона с 1 июля следующего года. Документ с предложением об установлении предельных уровней тарифов на электричество чиновники уже направили в Федеральную антимонопольную службу. Предельный минимальный и максимальный уровни тарифов на электроэнергию за первое полугодие 2023 года будет составлять 4 рубля 64 копейки за киловатт, за второе полугодие 4 рубля 87 копеек за киловатт. Предложения касаются владельцев квартир, оборудованных газовыми плитами. Еще одна новость из коммунальной сферы. Начался прием заявления на догасификацию. Оформить заявку на подключение приглашают жители Чупина, Пермякова, Дурина, Шарапов, Дурыманов, Легина и Круглого Рудника, которые в июле прошлого года подавали предварительную заявку на участие в программе к догасификации. Подать заявление возможно через офисы МФЦ, портал госуслуги через сайт единого оператора газификации или лично в едином клиентском центре Газпром газораспределения Пермь на уральских танкистов 5.